Вы будьте добры, смягчитесь силу удара, как можете мне. Мне тоже всё равно, а вот за зрителей своих я немножечко волнуюсь. О, прекрасно. Спасибо огромное. И пусть возникнет ощущение, что это и не реальность вовсе. Просто замечательно. И коктейль этот будет составлен даже и не из литературных метафор, как вы понимаете, но из жёстких статистических данных. И, как говорится, лучше прямо сейчас переверить приёмники на другую волну, дорогие мои. И так как прямо сейчас я начну вливать вам в желудок такой крадус неконтролируемой тревоги, что мозг ваш просто откажется весь этот огонь воспринимать, и кому-то из вас захочет даже вонзить шило мне в горло, лишь бы я только заткнулся, но песню эту, как известно, не задушишь, не убьёшь. Итак, дорогие мои, как вы знаете, мы живём в самой большой стране мира. И территория 17 тысяч квадратных километров. Но мало кто знает, что 85% этой территории просто непригодна для жилья. Вечная мерзлота, болота, реки, озёра. Часть земель является периодически закапливаемой, и большую часть занимают горы, леса, овраги и пустыни. То есть для нормальной жизни у русского человека есть всего 15% от всей территории. Я! 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 Чуть больше Судана, но гораздо меньше Казахстана. Это и есть реально Россия, дорогие мои, возможно, вы не слышали об этом. Средневидовая урожайность зерновых в России на нечернозёмных 17 сантиметров с гектаром. В Германии, Франции, Великобритании 70 сантиметров с гектаром. В Швеции 60, в Ирландии 85. Вам налить? Ха-ха-ха, пока нет. Тогда, с вашего позволения, я выпью один. Так, дальше. Общее численность населения России составляет примерно 132 миллионов человек. 60% это старики, девки, инвалиды и только 20 миллионов мужчин трудоспособного возраста. Из них 1 миллион сидит в тюрьме, 1 миллион служит в МЧС, МВД и ФСБ, 4 миллиона хронические алкоголики, 1,5 миллиона наркоманы, 20 миллионов из 132 проживают в Москве и в Москве в области. Из этой суммы только 31% русские. Еще рюмочку наличь. Ха-ха-ха-ха-ха. Давайте, давайте, не стесняйтесь, след прекрасно. Опять один, номер вот. Вот, вот, вот. Минимальный размер оплаты труда в России 4330 рублей или 96 евро в месяц. Я! Содержание одного заключенного в колонии строгого режима обходится в 6800 рублей в месяц. Надеюсь, метафора понятна. Для сравнения черта бедности для жителей Сиденов-Санок, 18 тысяч долларов в год на семью из трех человек. Ха-ха-ха. Извините, больше не предлагаю, пью один. Ха-ха. Сейчас перейду дыхание. В России существует 160 контролирующих органов, которые могут прийти к своим жителям с проверкой. Естественно, за взятками. Возможно, вы не знаете, что все мы ежегодно даем 3 миллиарда долларов взяток в разных инстанциях. Ха-ха-ха. В 2009 году материальный ущерб от экономических преступлений в России впервые превысил триллион рублей. Это почти в 7,5 раз больше, чем годом раньше. За первый квартал 2009 года с сотрудниками МВД России совершено 18 тысяч преступлений. Прямо в сторонах. В уголовной обеспеченности привлечены 20 генералов и адмиралов на длины 1600 офицеров русской армии. Русской армии. В России более 2 тысяч человек, что около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителям. 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от семейного и в том числе сексуального насилия. В России более 2 миллионов сирот. Количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних за последние 3 года увеличилось в 25 раз. В 2007 в России погибло 2,5 тысячи детей. Каждую минуту умирает 5 человек, рождается 3. 30% детей рождаются вне брака. Только в Сибири на последние следы исчезло 11 тысяч деревень и 290 городов. 26 тысяч детей не доживают от семилет. Ежедневно умирают по 50 младенцев. 70% из них в родильных домах. Справа, коронавка. Найдут еще стаканы. Я сказал еще! Об образовании лучше вообще не заикаться. В отношении 186 руководителей учебных заведений в 2009 году возбуждены уголовные дела. Сумма взяток в сфере высшего образования достигла 520 миллионов долларов. За последние 35 лет мы из России уехали свыше 40 миллионов человек. И как говорится, вот вам мое фирменное шпило в горло! Или может еще по стаканчику? 100% гарантия! Два слотка и двое! Суток счастливого анабиота! Ваше здоровье, дорогие мои! И долгих лет жизни! Мэстро Мотокол!